АПЛОДИСМЕНТЫ Ты помнишь, у меня был склероз? Я такого врача нашел, он мне все вылечил. Тот говорит, ты что, Миша, у меня же тоже склероз. Дай мне как фамилию этого врача. Пожалуйста, фамилия врача. Ну, простая вот эта, ну, вот этот цветок с щипами, с щипами. Тот говорит, Роза? А, Роза, ты не помнишь фамилию врача, который у меня вылечил? Вот так. Так что берегите память. Ну, а сейчас я хотел с моим партнером, это Кирилл Юсов, показать номер, которого вы еще не видели. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, алло, приеду, это ж надо, здравствуйте, отдыхаете? Ага, вот, греюсь на солнышке, жду девушку. А, это вот эту длинноногую брюнетку, вы, стало быть, Сергей? А откуда вы знаете? Это не только я, это весь отель знает. Это ж ты вот это вот, Сергей, да, Сергей, еще, Сергей, давай на подоконнике. Мужчина, что вы несете? Что несу? Пиво, рыба. Причем тут это, не пытайся сменить тему. Я не об этом, что вы от меня отхотите? Чтоб ты прекратил вот это вот. Я живу в соседнем номере, из-за тебя, моя жена тоже вот этого всего хочет. Ну так займитесь, в чем проблема-то? Подслушай, парнишка, я сюда отдыхать приехал, а не вот это вот. Все. Мне, если вот этим заниматься, мне с утра надо готовиться. Не есть ничего, упражнения какие-то поделать. Зубы, в конце концов, вынуть, почистить. Нет, но вы меня тоже поймите. Я ее полгода обхаживал. Она чемпионка по гимнастике. Вы хоть представляете, что они там вытворяют, а? Слушай, ты меня за дебилу-то не держи. Я сам в прошлом гомнаст. Я такие вещи вытворял. Рандат, сальто, брусья, кольца. Так, зубы меня не заговаривали. Ты зачем ей цветы у всех на виду даришь? Ну, так потому, что она мне нравится. Ни одна женщина мира не может травиться русскому мужику на сто одну розу. Я своей жене на свадьбу подарил аж пять гвоздик. Хватит забирать планку, хватит. Планку, которую я пускал каждый год. В смысле? Когда-то я начал с шубы на день рождения. Ну? Спустя 30 лет брака я перешел на просто поздравляю. Давай. В следующем году уже 45 лет. Так. Я задумал сказать, извини, я забыл. Слеров. Из-за тебя все планы в трубу. Так, мужчина, хватит сваливать с больной головы на здоровую, а? Слушай, еще. Вы можете не целоваться при людях постоянно. Ну, а если нам просто хочется, а? Моя смотрит на вас. Ага. И ей тоже хочется. А я последний раз с ей целовался пять лет назад, когда она болела гриппом, а мне нужен был бюллетень. Так, послушайте, я не хочу это обсуждать. Это уже ваши проблемы. Нет, парень. Это и твои проблемы. Ты слишком задрал планку. Так тебя надолго не хватит. Чего? Она тебя бросит. Ты пойми. Вот смотри. Так. Ты ей даришь цветы каждый день. Ну да, ну. Рано или поздно деньги закончатся. Ну да. Секс шесть раз в день. Ты долго так не протянешь. А когда станет меньше, она станет искать другого. Так, и что вы предлагаете? Ну, ты обратился к профессионалу. Ага. Так, давайте присаживайтесь, я буду записывать. Вот у меня, допустим, секс шесть раз в шесть лет. И все довольные. Интересно. Короче, я спасу ваши отношения. Так, интересно как? Во-первых, ты выглядишь слишком хорошо. Она со временем будет тебя ревновать каждому столбу. Ага. Поэтому я тебе предлагаю применить мою авторскую диету. Называется ручная граната. О, интересно, что за диета? Рассказывайте. Я записывать буду. Ты жрешь все с майонезом. Ага. Даже чай. И тебя так разносит, что потом узнать не могут. Ну, как-то странно, но допустим, я запишу на всякий случай. Во-вторых. Ага. Прямо сейчас выпиваешь, ну, семь рюмок водки и два пива. Ага. Идешь к ей в номер, ложись спать. Вот. Ага. И вот это вот все поможет нашим отношениям, да? Смотри. Она на тебе наорет, а ты не будешь этого помнить. И получается, и она эмоционально разрядилась, и ты поспал. Ага. Полезно? Ага. Нет, ну, полезно-то оно полезно. Ну, как я не понимаю. Это по-вашему идеальные отношения? Хорошо. Хорошо. Так. Вот смотри. Ты любишь пиво? Да. Ты даришь ему цветы? Нет. А бывает у тебя такое, что ты просыпаешься утром, смотришь на пиво и думаешь, вот зачем я с тобой связался? А уже вечером не хочешь отрываться от его губами. Да, да, такое бывает, да. Вот это и есть настоящая чистая любовь. Вот. С женщиной должно быть так же. Слушайте, звучит логично. Еще бы. Так. Давай, напивайся водки и в номер спать. Так, смотрите, может быть, мы начнем вместе, ну, чтобы я не забыл и все правильно сделал, а? Пацан. Так. Ты, ты должен напиться и пойти спать к ей, наверное. А не напиться и идти купаться в шторм голыми. Я себя знаю, этим все закончено. Понял, спасибо за совет. Некуда отвлекать, побегу. Катюня. Ой, сейчас я Ленки. Алло, Лен. Все. Все. Я проблему решил. Эти кролики больше не будут мешать нам спать. Лен. Ну не выдумывай. Какой секс. Ну, в феврале же занимались. Все. Давай, в августе обсудим. Владимир Винокур. Кирилл Юсов. Спасибо. Спасибо. Спасибо, друзья. Мне? Спасибо. В зал аплодирует народный, любимый артист. Ну, мне просто неудобно просто. Владимир Винокур. Это вам. А это вам. Мельчонки. Хороших вам мутей. Владимир Винокур. Спасибо. Говорят, в честь одной знаменитой юмористки хотели назвать улицу в Сочи. Да ты что. И как? Назвали? Пока нет. Перебрались все улицы. Ни одной подходящей. Либо недостаточно весела, либо недостаточно красива. Я понял, Юра, о ком ты. Уверен, наши зрители тоже. Друзья, на сцене нашего фестиваля королева юмора, Ее Величество Елена Степаненко. Привет, девчонки! Я на фитнесе. У меня море энергии и отличное настроение. А причина этого здоровый образ жизни и коньяк. И нет, коньяк я не пью. Я на нем настаиваю лечебные травы. Девчонки, здоровый образ жизни. Это очень важно. Я вас сейчас всему научу. Значит так. Я везде хожу с палками. На работу с палками. Гуляю с палками. Магазин с палками. Я даже с палками плаваю в бассейне. Брасом, кролем, на спине. Правда, тренер все время орел. Чего ты плаваешь все время с палками? У нас в бассейне уже больше одноглазых, чем двуглазых. Я даже на отдыхе не расправляюсь. Девчонки, сегодня в Сочи утром в спортзале я пробежала 10 километров по беговой дорожке. Правда, мне сказали, что дорожку надо было сначала включить. Я обожаю спорт. Девчонки, зимой я прыгаю в прорубь, купаюсь там. Первый мой прыжок в прорубь дался мне нелегко. Я промахнулась мимо проруби. Пять раз. Вот со мной был человек. Он может все подтвердить, да? Амыряла головой. Но шестой раз я пробила головой лед, но застряла по пояс вверх ногами. Слава богу, прибежал спасатель и спас меня. В результате спасательной операции он так рьяно меня дергал за ноги, что стал отцом моего первого ребенка. Рустамчика. Спорт, девочки, это здоровье. Сегодня я гребла на лодке. Ой, гребла, девочки, два часа. О, смотри, смотри, у меня мозоли на руках, видишь? Да. Вот. А мне кричат, дурила, ты лодку на воду столкни, что ты на берегу гребешь. Но больше всего, девочки, я люблю йогу. Я вас сейчас всему научу. Значит так, утром стало, рано не надо, часа в три, в четыре. Выпила на точках шесть стаканов яблочного уксуса, обмазалась вся борсучим жиром и начинаем комплекс упражнений тибетских монахов. Начинаем, девочки, с самого простого. Рассказываю. Поставила себе ноги на брови, носом уткнулась в пупок и начинаешь языком массировать себе копчик. Потом выплескиваем всю негативную энергию с криком шоулинских монахов. Тунь-сунь-мень-хоу! И сразу на пробежку. Много бежать не надо, 25-30 километров. Зимой я закаляюсь. Девочки, мы с девчонками паримся в бане, сидим в парной, температура 200 градусов, мы сидим красные, как раки. Потом выскакиваем из парной и купаемся в снегу. Купаемся! Я однажды так искупалась, прибегаю в парную, смотрю рожи не те. Оказывается, забежала в строительную бытовку. И там этот прораб мне говорит, кашмир-дым, шала-блуда! Простыня прикрой, сайтан голый! Кстати, он является отцом моего второго ребенка. Тимурчиков. Так, девочки, теперь питание. Девчонки, я не ем фастфуд, углеводы, кондитерские изделия, мясо, но питание мое очень разнообразное. Сушеный репейник, вареный репейник, соленый репейник, моченый репейник, копченый репейник, желуди. Это тебе сейчас кажется, что желуди это невкусно, а после сушеного репейника пойдут на ура! Я желуди ем килограммами. И нет от них никаких побочных явлений, хрю-хрю. Они очень полезные, хрю-хрю. Вкусные, хрю-хрю. И питательные, хрю-хрю. Мой гуру потомственный индийский йог, чистокровный индус, Гиви Автандилович Гагаберидзе. Он тоже ест голоду, девочки, килограмм. Недавно показал мне свою нижнюю чакру. Девочки, там такая чакра, у меня прям вся аура вспотела. Короче, после этого он стал отцом моего третьего ребенка Валико. Валико! Ладно, девочки, не отвлекайтесь. Так, девочки, начну с мучного. Девочки, мучного ешьте сколько хотите. Понимаешь? В неограниченном количестве. Но мука должна быть из сушеных желудей. Это очень полезно. У меня душа разрывается, когда я вижу, как люди неправильно питаются. Слушай, недавно иду, один прямо вот, ты знаешь, жрет мясо. Вот и прям жрет, у него чавкает, слюна у него во все стороны летит. Я говорю, Господи, ну что же вы делаете? Как же вы неправильно питаетесь? Надо же питаться пророщенными лечебными травами, пророщенным рисом. А мне говорят, женщина, не лезьте к собаке, она вас укусит. АПЛОДИСМЕНТЫ Вашенье, девчонки, я несу в мир свет. А мой муж говорит, что я несу бред. Кстати, он недавно от меня ушел. Че, ушел? Понятия не имею. Слушай, я так за ним ухаживала. Ой! Он у меня спал на голых досках, чтобы улучшить осанку. Заставляла делать его дыхательную гимнастику. 40 минут дышим, 40 минут не дышим. А когда я узнала, что при термообработке продуктов погибают все витамины, девочки, я стала кормить его только сырым. Сырая фасоль, сырая чечевица, сырой горох. А ты представляешь, его сразу наполнила энергия ЦИ. А энергия ЦИ, девочки, отвечает за карьеру. И ты подумай, вот раньше он сидел на работе, да, вокруг него сидело 20 человек. Как он только стал правильно питаться сырым, чечевица, горох. Вот это все. Ему сразу дали отдельный кабинет. Я до сих пор помню последние слова мужа, когда он уходил. Он мне говорит, дура, ты хоть в постели, ты палки снимай. Ой, да и шут с ним, что он меня бросил. Девочки, но как он мог бросить своих родных детей, Тимурочка, Рустамочка и Валякова? Вот, девочки, к сожалению, общество еще не готово к здоровому образу жизни, понимаешь? Вот меня из этого здорового образа жизни выгнали с работы. Вот что выгнали, вот понять не могу, ты представляешь? Вот смотри, сижу на работе, ноги у меня в тазике со скипидаром, на лице черная маска, из ноздрей торчит зеленый лук, отгоняет инфекцию коронавирусную, на башке у меня арбузные корки, чтобы волосы лучше росли. Сижу, массирую себе уши пятками и кричу, А мне говорят, Ирина Петровна, вы же все-таки прокурор области. Вы срываете заседание суда. Так, друзья мои, выбирайте здоровый образ жизни. Еще хочу сказать, смотрите, вот на ладонях находятся акупунктурные точки. И если о них ударять одна другую, вот так, ладони, то происходит процесс омоложения. Давайте омоложим, псалл! Спасибо! Благодарю! Спасибо! Спасибо! Благодарю! Народный артист России Евгений Петросян Как вы знаете, я каждый год делаю доклад о состоянии нашего фольклора на сегодняшний день. Вот кто-то высказал такую даже не смешную, а точную мысль. Прогрессивный Запад пытался развалить Россию. Но им в голову не приходила мысль, что Россия в общем строении мира – это несущая конструкция. Как сказал наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, кто забывает историю, тому поправляют географию. Из новостей ученые США решили пересчитать количество черных и белых полос на теле зебры, чтобы понять, насколько она толерантна к афроамериканцам. Немецкий бомж спрашивает другого немецкого бомжа – как ты стал бомжом? Алкоголь, наркотики, биржа? Да нет, забыл свет в туалете, погасите. Обратите внимание, слова «Запад», «Западня» и «Западло» однокоренные. Без всего невозможно приготовить украинский борщ, французский луковый суп и немецкие сосиски. Без российского газа! Если ударить по морде европейца, он заплачет и убежит. Если ударить американца по морде, он разозлится и подаст на вас в суд. Если русского ударить по морде, то ваши проблемы только начинаются. Ну вот, а здесь у меня уже пошли общие темы. Забавная фраза. Нечем заняться? Чихни в пепельницу. Дедушка Мороз, пишет тебе Вася из Омска, 45 лет. Мне от тебя, собственно, ничего не надо. Просто скажи мне, пожалуйста, какая тварь каждый год заказывает у тебя подорожание коммуналки, проезда в общественном транспорте и продуктов? И почему именно его желание ты исполняешь в первую очередь? Свиная с ума, король у бешенства, птичий гриб, обезьянь, оспа. Хочется спросить, а тараканий насморк будет? Да, чего только люди не выдумывает. Мужик на рынке покупает кабачки. Это у тебя самцы или самки? А то мне надо, чтобы с икрой были. Забавно. А гололед, он как шахматы. Шаг и мат. Женщина рассказывает. Вчера написала на грязной машине соседа, помой меня. Смотрю, сегодня на моей написано, заходи помою. Люся всегда путала противозачаточные таблетки с успокоительными. Теперь у нее 15 детей, но ее это не беспокоит. Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, Наталья еще с зимы начала откармливать свою лучшую подругу Оксану. Алло, я буду через час. Как вы меня узнаете? Ну, я высокая. И вся в черном. И с косой. Стоп, стоп. Коса это прическа такая. Мужчина, поздравляю вас, мальчик. 3 700. Мужчина отсчитывает деньги и говорит, Ты смотри, недорого. Петух увидел курицу в микроволновке. Безобразие. В деревне яйца некому нести. А она тут на каруселях катается. Женщина говорит, я не рябина, чтобы настаивать на коньяке. Буду пить, что нальете. У одного дачника все время воровали помидоры из теплицы. Он повесил записку однажды. Один помидор отравлен. Приходит утром все помидоры на месте, а в записке приписано. Теперь два. Дети пошли. Папа, а почему мою сестру зовут Аленка? А потому что мама любит эти конфеты. Понял, пивасик? Мам, папа упал с лестницы. И что сказал? Маты пропускать? Да. Упал молча. Урок в школе. Учитель. Кто считает себя придурком, встаньте. Тишина, встает ученик. Учитель говорит, ты что, считаешь себя придурком? Да нет, просто нехорошо, когда вы один стоите. Мужья и жены. Жена слушала сказку мужа, как он всю ночь бухал с коляном и молчала, как рыба. Колян в шкафу тоже молчал. А ваша жена была девственницей, когда вы поженились? Я не знаю. Кто-то говорит, что да. Кто-то говорит, нет, не могу разобраться. А вчера, знаете ли, я развелся, как рога с плеч. Валера понял, что жена ему изменяет, когда обнаружил в шкафу табуретку и стопку разгаданных кроссфордов. АПЛОДИСМЕНТЫ Бабка ложится спать, а дед что-то долго задержался в ванной. Бабка кричит. Дед, ты что там делаешь? Зубы чищу. Ну тогда заодно почисти мои. АПЛОДИСМЕНТЫ Бабка с дедом любили играть в прятки. Утром бабка прятала самогон. Если дед его находил, то вечером пряталась бабка. АПЛОДИСМЕНТЫ Геология. Здравствуйте, ваша собака кусается? Заходите, заходите. Мне и самому интересно. АПЛОДИСМЕНТЫ Она у меня только второй день. Слушай, подруга, я столько купальников сюда в Сочи привезла. Прям не знаю, какой надеть. Да надевай все, вода холодная. АПЛОДИСМЕНТЫ Дама, это платье восполнит. Ну, слава богу, а то я все на чебуреке грешила. АПЛОДИСМЕНТЫ И зачем дядю вашу кирпич бросил? Я больше не буду, а ему больше и не надо. АПЛОДИСМЕНТЫ Отец случайно проглотил флешку. Теперь его так и называют. Папка с файлами. АПЛОДИСМЕНТЫ Сказочки пошли. Красная шапочка заходит к бабушке и шепчет. Бабушка, у тебя в кровати страшный серый волк лежит. Кому страшный волк, а кому просто вовчик. АПЛОДИСМЕНТЫ Царь-батюшка, дракон проголодался. А шо он ест-то? Дев невинных ест. О, видать, подохнет он у нас. Как-то на прилавке разговорились клубника, грецкий орех и банан. Клубника. Меня все любят, потому что я похожа на сердечко. Орех говорит, подумаешь, сердечко. Я похож на мозг. Банан говорит, друзья, может, все-таки сменим тему? АПЛОДИСМЕНТЫ Мама собиралась на работу. Это всем знакомо. Дочке четыре годика. Доченька, я пошла на работу. Мне надо. Ты запри дверь и смотри, никому не открывай. Поняла? Хорошо, мамочка. Мама вышла и подумала, надо бы проверить, как она прореагирует. Постучала в дверь. Кто там? Спросила дочь. Мама басом. Это мы, газовщики, пришли проверить газовое оборудование. Молчание. Затем дочка, стараясь тоже, басом прокричала. Идите нафиг, мы углем топим. Чувство юмора – это вездеход, который помогает проехать через болота серых будней. Я как бы говорю всем нашим людям, жить надо во многом по-японски. Не торописься, не волноваться и улыбаться. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Знаешь, Юра, а ты пользуешься успехом у женщин. Да и ты тоже. Нет, я просто имею успех у женщин, а ты им пользуешься. Как тебе это удается? Запоминай, чтобы покорить женское сердце, достаточно блеснуть своим остроумием. Возможно, но только не в обществе этих актрис. В ответ они могут так блеснуть остроумием, что мало не покажется. Блистательные Наталья Коростелева и Светлана Рожкова. Ой, Егорина, беда-то какая. Беда-то какая, Егорина, беда. Что случилось, Петрушка? Ой, страшную весть я тебе принесла, Егор. Что случилось? Николай, твой помер. Ой, хуже. Дом угорел. Не, Егор, да хуже, хуже. Ой, сейчас дышусь. Ой. Роллс-Ройс уходит с российского рынка. Ой, мой, это какое. Ой, да как же так с людьми-то можно? Вот так вот. Да погоди. Так они че, оба уходят? Кто? И Ройс, и Роллс. Оба. А я тоже страшное слыхала, Петров. Ой, че ты слыхала-то, а? Какое страшное. Крепись от духом. Егор, да. Антверпинская биржа бриллиантов запретила сделки с россиянами. Ой, да че ж они делают? Ты, родные? Только у меня от пенсии 300 рублей осталось. Хотела бриллиантов прикупить. Ой. Ну ничего, ничего, Егор, я вложуся в драгоценные металлы. Так ты че же вложилась, а вон, два зуба железных у тебя. Да тьфу на тебя, это молочные. А воды тьфу. Ну-ка, че еще буржуи против нас удумали? Ой, господи. Че такое? Эппл отказалась привозить в Россию новые айфоны за 100 тысяч рублей. Ой, беда-то такая. Ой, бьют прямо по пожилым. Вот ведь знают, где у нас больное место. Да как жить нам теперь пенсионерам без этих айфонов-то? Ой, ой, Егорина. Может, фейк этот? Ну, фейк это кто? Ну, это брехня такая, брехня. Ну, когда один сбрешет, а все другие верят. Ну, как внучка твоя, а? Когда в Москву поехала, сбрыхала, шо, она поступила в МГУ. А сама она поступила на Ленинградское шоссе. А я что тогда засомневалась? Думаю, да не может быть такой стипендии 100 долларов в час. Че ты надулась, как сыч на крупу? Ну, все, дело прошлое. Давай я тебе подсчитаю. Давай. Ой, ой, Егорина. Ой, опять сердце закололо. На мой валидол дососи. Да, ой. Только начала. Че ты какой-то валидол без кусты. Фу. Да ты ж с него обертку не сняла. А я ж думаю, че он в пятый день не рассасывается. Что за новость-то страшная? Страшная, страшная, Егорина. Давай. Концерн Дженерал Моторс покидает Россию. А я ни разу не была на ихнем концерне. Вот иди. А какие песни они поют на концерне своем? Да я-то откуда знаю. У меня из молодых любимый певец Лев Лещенко. А я знаешь, че слыхала еще, Петровна? Че петь слыхала? Адидас закрывают. И рыбок теперь тоже нет. О, Егор, на брехня. Вот это точно брехня. Николай с рыбалки вчера целое ведро рыбок принес. Рыбок на ноги надевают. Да че ты дурная совсем? Рыбок жарят, а потом едят. Да я дурная, а ты дурная. А я говорю, ты дурная. Ничего не знаешь уже. Вот ума нету. Че я про рыбок не знаю. Петровна, ты какие препараты принимаешь? Какие гоню такие принимают? Вот оно и видно. Шо такое? Да че такое? Да че, че, че? Ну? До Сметова добрались до Ады. Запретили продажу элитных сумок Хермес. Ну, плохие сумки, судя по названию. Вот у меня сумка. Ай, шо с прошлой жизнью. Сорок лет ей. Ай, цвет не потеряла. Ни от той дырочки. Я в ней кирпичи таскала, которые воровала со стройкой. Так, хватит тебе просунку, ты читай. Что там еще против нас задумали? Ага. Ой, 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 Егорина, я ж даже не могу это читать. Я сильно я выдержу. Давай. Егоры накрыпи. Русским запретили въезд в Эстонию. Ой, ой, это какое. Да как же я тебе без Эстонии? Да, 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 да. Да, 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 да. А че такое Эстония? АПЛОДИСМЕНТЫ Ты че, совсем что ли, географию не учила? Эта страна такая в Пришебалтике. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, такая маленькая страна-то, че, не знает, что ли? Не знаю я. Вот, поговорила. Учись, учись. Чем ты занималась? АПЛОДИСМЕНТЫ Давай, я тебе покажу. Иди сюда. Давай. Вот она. Вот она. Остановись на колени. Тебе полезно разоминаться. Глянь, я вот пальцем тебе показываю. Вот она, вот она. Не вижу. Да смотри сюда. Да не вижу я такая мелкая. Не вижу. Да на тебе очки мои. Ага. Надевай. А все равно не вижу. Да че ж ты не... Да на тебе лупу, через лупу. Глянь, вот я тебе показываю. Вот она. Не вижу все равно. Да господи боже мой. Слепая. На тебе, вот. Глянь, через бинокль. Видишь, вот она. Вижу. Вот. Точка такая. Вот, да, я. Так это морска. А Эстония под ней. Ты. Вот увидала. Увидала Эстонию. Вот и все. Теперь тебе туда не уехать. Голоди. Что-то я не могу въехать. Что? На фига мне туда въехать? Да вся страна не может въехать. На фига туда ехать? Что? Рейнион. У меня цвета. Что такое? Ну. Фирма Лориаль. Так. Закрывает свои заводы в России. А? Теперь россияне не смогут купить увлажняющий скраб для пяток с ароматом орхидеи. Отходи от лавки. Отходи быстро. Быстро отходи. Все. Все. Давай свечку в руки мне. Давай. Быстро давай свечку. Федоровна помирать собралась. Да зачем жить? Как теперь жить без этого скраба с ароматом орхидеи? Давай сюда мне по пять рублей монеты клади. На лоза. У тебя глаза маленькие. Тебе пару блюх матит. Да давай любые клади. О. После похорон. Ой. Господи. Боже мой. Жадюга. Ой. Что-то рубли такие тяжелые. Так рубль-то укрепился. А? Что-то я сую. В глаза у меня прям рублеву давила. К затылу. Егорин, а я тут что-то на лавке приезжала и что-то мне в голове прилило. Ков. А, не, не похоже. Нет, ну прилило что-то. И я что подумала. Вот они всякие пакости вот против нас. Вот это творят, а? Санкции вот эти. А мы им как-то отвечаем или нет? Так, а мы им за это перестали поставлять зерно. Вот так. Удобрения. Вот так. Ну и по мелочам. А что по-моему? Нефть и газ. А как же они без нефти и без газа зимую? А Шольц его знает. А как люди-то померзнут там все в Европе? Жалко людей. Жалко людей. Жалко. Я их не знаю. Они же не виноваты. Егорин, а давай мы им посылку соберем? А? Давай. А что у них нет? Воды нет. О, о, о. Газа. Вот, вот, вот у меня там, у меня там есть, у меня там есть бутылка с газированной водой. Пошлем их-то и помоются, и согреются. Вещи, вещи надо теплые. Снимай носки свои. Ага. Давай. Снимай, вот. Не жадничай все, давай. О, 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 хей, ну на все. Че уж тут? На все, вот. Все сняла. Че ты смотришь? Один запаска. А ты давай кофту снимай. Да, пожалуйста. Сидит пригрелась она. Умная такая. Снимай кофту свою. И да что это такое, мне даже катаракта прошла. Внучка на каникулы приезжала, ну и забыла вот до нашего. Да, давай, давай. Закрывай ей свою теплицу. Закрывай. Я им лучше, вот. Я им лучше свои счастливые стрыники отдам. Я их один раз в 80-м только надела на дискотеку. Вот такие хорошие, теплые. Я их поясницы привязывала. Зимные стрынику. Ага, поясницы порвала. Че еще нет-то у них? Так удобрений нету, ты сама говорила. Вот. Ну. А у меня села ведерко на воздух, не успела в огород-то вывалить. Так а че ж ты сидишь-то давай? Так вот. Заши. Вот. Так а куда это ведро? Это не поместится в этот посылочный ящик. Да че мы жадные что ли? Мы все ведро пошлем. А вещи куда? Так прям сюда. Так и давай. Вот и все. И сумку туда. Все им. Все. Не жалко. И молитву. Молитву тоже им отдадим. Давай. Ну погнали на почту. Погнали на почту. Погнали. Погнали, Горина. Погнали на почту. Погнали на почту. Следующий наш гость. Замечательный писатель-юморист. Его перу принадлежат номера самых ярких звезд российского юмора. А вот для Алексея Щеглова он долгое время писать отказывался. Это еще почему? Видимо, до себя самого все как-то руки не доходили. На нашей юморине. Алексей Щеглов. Граждане отдыхающие, добро пожаловать в наш лечебный фешенебельный санаторий на берегу моря Гастрит Парадис. Две звезды. Как показывает опыт, после отдыха в нашем санатории у вас будет здоровый желудок, здоровые легкие и здоровенная печень. Море у нас близко. В десяти метрах от главного корпуса. Во время шторма можно купаться, не выходя из номера. Когда купаетесь в море, будьте осторожны. А то был случай. В прошлом заезде пенсионерка из Рязани Клавдия Викторовна чуть не утонула. К счастью, рядом оказался турист Гурген Ашотович, который сделал ей искусственное дыхание рот в рот. После этого Клавдия Викторовна стала тонуть три раза в день. В нашем санатории мы вам предлагаем различные процедуры. Когда идете на процедуры, будьте внимательны. А то был случай. Пенсионерка из Рязани Клавдия Викторовна залезла в лечебную ванну. Правда, не сразу заметила, что в ванне уже лежал турист Гурген Ашотович. А когда заметила, то подумала, что в этом и есть лечебный эффект ванны. И что вы думаете, за один сеанс вылечилась от депрессии, стресса, радикулита. И сеансом осталась довольна. В отличие от Гургена Ашотовича, который получил депрессию, стресс и радикулит. На территории нашего санатория соблюдайте правила безопасности. А то был случай. Одна женщина, пока муж был на процедурах, привела в номер любовника. А муж не вовремя вернулся. Любовник, в чем мать родила, выбежал на балкон, перелез через перила и повис на руках. В это время, этажом ниже, на балкон вышла пенсионерка из Рязани, Клавдия Викторовна. Каково же было ее удивление, когда она увидела перед собой висящую в воздухе половину мужика. Она закричала, господи, пошли мне целого мужика. В этот момент пальцы у мужика соскользнули, и он свалился прямо в объятия Клавдии Викторовны. Мужиком оказался турист Гурген Ашотович. Всю ночь из номера Клавдии Викторовны раздавались крики о помощи. У нашего санатория есть собственный пляж. Пляж песчаный, но местами лежит галька. Галька, эта туристка из Воронежа, в прошлом году потеряла паспорт, не может уехать. На пляже вы найдете много развлечений. Только я вас прошу, не покупайте услуги у местных. А то был случай. Пенсионерка из Рязани, Клавдия Викторовна, решила полетать на парашюте за катером. В полете трос оборвался, и пенсионерку ветром понесло прямо на главный корпус. Клавдия Викторовна влетела через балкон в чужой номер и приземлилась на кровать, на которой отдыхал турист Гурген Ашотович. Гурген Ашотович весил 120 килограмм. Как он в форточку выскочил, непонятно. В нашем санатории мы вам предлагаем множество экскурсий. Самая популярная экскурсия – это наконьячный завод с дегустацией. Для удобства доставки после дегустации советую всем заранее писать фломастером на лбу номер своей комнаты. И я вас прошу, ведите себя прилично. А то был случай. Возле корпуса рабочие замесили бетон. Турист Гурген Ашотович шел после дегустации и подумал, что это лечебная грязь. Разделся до гола и намазался бетоном с ног до головы. Позже вечером, проходя по аллее, пенсионерка из Рязани Клавдия Викторовна увидела одинокую скульптуру Давида Микеланджело и решила отколоть себе фрагмент на память. Она взяла камень и ударила по фрагменту скульптуры. От крика выбила стекла в центральном корпусе. На территории нашего санатория находится медпункт. Если с вами что-то случится, обращайтесь туда. Не занимайтесь самолечением. А то был случай. У туриста Гургена Ашотовича на правом глазу вскочил ячмень. Пенсионерка из Рязани Клавдия Викторовна решила помочь ему по старинке. Она подошла к туристу и плюнула ему в правый глаз. Но попала в левый. Гургена Ашотович бросился бежать. Но пенсионерка бежала за ним и плевала до тех пор, пока не попала куда надо. На следующий день ячмень у туриста прошел. Но началась и кота. Клавдия Викторовна решила снова помочь мужчине. Но пугать. Гургена Ашотович шел вечером. И кал себе спокойно никого не трогал. Вдруг из темноты с криком «Ты целуй меня везде!» Выпрыгнула Клавдия Викторовна и укусила его за ногу. Туриста два часа не могли откачать. Неделю он боялся выйти из номера. Но с тех пор Гурген Ашотович больше не икает. Он вообще больше не разговаривает. По территории нашего санатория гуляют бездомные кошки. Пожалуйста, не кормите и не трогайте их. А то был случай. Местный кот взобрался на пальму и жалобно мяукал. Мимо шли мужики и впятером полезли на пальму спасать кота. Под тяжестью мужиков пальма наклонилась почти до земли. Кот и четверо мужиков спрыгнули. А пятый турист Гурген Ашотович не успел. Пальма резко распрямилась. В этот момент на балкон вышла пенсионерка из Рязани Клавдия Викторовна. Она подняла глаза к небу и прошептала «Господи, пошли мне хорошего мужика». Дальше рассказывать. В ту же секунду ей в объятие прилетел турист Гурген Ашотович. Увидев Клавдию Викторовну, он заплакал. Всю ночь из номера Клавдии Викторовны раздавались мужские крики «Не хочу!» и «Женский!» «А придется!» А спустя девять месяцев произошло радостное событие. Клавдия Викторовна выпустила Гургена Ашотовича из номера. Многие отдыхающие, побывав у нас один раз, приезжают к нам снова. Скажите, кто-нибудь из вас у нас уже был? Господи, Клавдия Викторовна, Гурген Ашотович, вы опять приехали. Специально для вас в этом сезоне мы забронировали люкс для новобрачных. Гастрит-парадис. Санаторий, где соединяются сердца. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ